СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Здесь в студии Анна Лапшина. И Светлана Занько. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. И мы, как и обещали, продолжаем тему, посвященную 18 марта. Напоминаем, что у нас это день выборов. Мы не только выбираем президента Российской Федерации, но также голосуем за благоустройство общественных территорий. Выбираем эти территории. И каждый голос, который будет отдан за ту или иную территорию, будет учтен в течение двух дней. Насколько мы знаем, администрация предоставит отчет горожанам, какие именно общественные территории вошли в программу благоустройства. На грядущие два года. 18 и 19. В связи с этим мы пригласили в студию Вячеслава Симакова, начальника территориального управления по Первомайскому району Кирова, заместителя главы администрации города. Кирова Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Добрый день. И Геннадия Плехова, начальника территориального управления по Нововятскому району Кирова, заместителя главы администрации. Геннадий Иванович, добрый день. Здравствуйте. И по телефону к нам мы будем, естественно, посоединять и двух других начальников территориального управления Кирова, господина Долгополова и господина Торхова. В течение нашего эфира, для того, чтобы у всех горожан были равные возможности узнать, что происходит с голосованием, какие будут составлены списки, как это нужно сделать, какие территории вошли в списки. Ну, собственно говоря, в преддверии нашего обсуждения мы бы хотели поставить ролик, который, я знаю, в течение уже нескольких недель на различных ресурсах и даже в магазинах сетевых города Кирова все мы можем слышать. Как сделать наш город комфортным? Оцени дизайн проекта благоустройства. Поделись с друзьями и коллегами. 18 марта. Выбери лучшие проекты. Они будут реализованы в Кирове в ближайшие два года. Каким будет твой город, выбираешь ты. Федеральная программа формирования комфортной городской среды. Подробности на сайте admkirov.ru 211-101 номер телефона прямого эфира. Подключайтесь к нашему эфиру, задавайте свои вопросы, которые касаются непосредственно на территории вас интересующих. Итак, прошедшие дни, мы знаем, что в понедельник, вторник и, насколько я понимаю, в среду, прошли общественные обсуждения тех территорий, которые в списки попали. Мы о них говорили на отдельной программе. Всего их 93. Да, мы говорили об этих территориях, прошли обсуждения. И нам бы хотелось узнать, каким образом они проходили, о чем говорили кировчане, какие проблемные точки отмечали. Геннадий Иванович, давайте с Нововятска начнем. Обычно Нововятск и жители Нововятска очень активно принимают участие в обсуждениях. Сейчас кто-то приходил на эти очные встречи? Ну, конечно. Во-первых, в принципе, территории уже предварительно определены, то есть было же предварительно подача заявок. И, собственно говоря, если говорить по Нововятскому району, кроме 15 объектов по тротуарам, которые, скажем так, не очень активно обсуждались, и, собственно, на них упор не делался, потому что тротуары надо делать, наверное, повсеместно, и здесь как-то приоритеты сложно сделать. А то, что касается общественных территорий, в общем-то, территории не новые, они на слуху. И то, что мы ожидали от населения, это, собственно говоря, и подтвердилось. И в общий список, и в общегородской список вошла у нас одна территория, и в районный список еще пять территорий. Давайте их назовем. В общегородском списке какая территория будет? Ну, это у нас давно, скажем так, наше предложение, это по благоустройству набережной реки Вятки. На Вятском районе это тоже самое прекрасное место, такое очень пользуются спросом. По улице Тренера Пушкарева. Ну, это как раз она, адрес, привязка. Да, потому что была еще набережная в жилом комплексе «Елки-парк». Там она так и стоит, набережная реки Вятки по улице Тренера Пушкарева, скажем так. Потом дальше предложение компании нашей «Железно-застройщика» по обустройству набережной в жилом комплексе «Елки-парк». У них подготовлен свой проект, довольно интересный, скажем так, и они тоже самое выступили по этому проекту. Потом две общественных территории, это привязка адрес на улице Апарина, это как бы площадь Апарина, больше в простонародье, скажем так, называется. Там уже приступили в прошлом году к обустройству данной территории. По какой программе? Просто приступили по программе, ну, скажем так, общественники. 30 скверов там, по-моему, да? Да, 30 скверов, правильно, там 30 скверов она в этой территории есть, и, собственно говоря, там уже работы начаты. И вторая территория на улице Советской, 27, это, скажем так, территория, которой мы и внесли предложение по обустройству этой территории как общественной территории. Ну, я бы так и обозначил, пока названия нет, но на Авиатской такой своеобразной площади, то есть места проведения общегородских мероприятий у нас нет. То есть центральная площадь такая, получается? Маленькая театральная площадь. Маленькая театральная площадь. На улице Советской. И эти территории обсуждались на очных встречах. Какие вопросы задавали жители? И парк ЛПК. То есть дальнейшие, то есть там уже работы ведутся несколько лет, и дальше снова предложили. А вопросы какие? Вопросы, собственно говоря, вопрос, даже я бы сказал, к одному он сошелся, потому что по всем территориям были сделаны уже предварительные дизайн-проекты. Общественными советами и те, кто выступал инициатором по этим территориям. И на общественных слушаниях, которые мы проводили в понедельник, были только уточнения к специалистам, кто уже делал, по сути дела, более профессиональный дизайн-проект. И вот соприкосновение точек зрения общественных советов, общественников и специалистов с управлением архитектуры. То есть вот такие замечания просто-напросто возникли по ряду территорий. Какого рода замечания последовали? Ну, замечания, они конструктивные замечания. С чем-то не согласились общественники, что вот на этой территории надо, например, сделать. С чем-то не согласились специалисты управления архитектурой. Нас интересуют подробности. А подробности? Что говорили люди? Вот у них красивый дизайн-проект, над ним поработали там архитекторы. А люди что говорили? Не устраивал в некоторых случаях функционал. То есть не согласились по улице Апарина, 11, там сказать, по предложениям архитекторов по развороту по площадкам. То есть по асфальтовым дорожкам, которые здесь по парку ЛПК, значит, тоже там не согласие уже по элементам благоустройства. То есть там у нас уже есть, и надо было бы привязать те же самые, а не вносить что-то новое. То есть было более такое единообразие. По ёлке парк там не было никаких. Ну и по площади, по набережной у нас возникли вопросы. Несколько дизайн-проект такой, который был представлен, он сделан где-то года 4 назад. Мы его взяли. Ну, он такой, как бы, такой напыщенный несколько, несколько... Нереалистичный, как показалось. Нереалистичный, показалось, не привязан к земле. Ну, он так вот, дизайнеры дали такое предложение. Вот люди увидели это, сделали свои замечания. И что, какая реакция? А дальше вопрос-то ведь в чём состоит. Мы, надо понять, что сейчас мы голосуем, и население голосует не за тот конкретный проект. То есть не за дизайн-проект. Голосует за территорию. Что вот эта территория наиболее важна для первоначального благоустройства. И если какая-то территория получит наибольшее количество голосов, на то и называться рейтинговое голосование. Дальше уже делается профессиональный дизайн-проект. С учётом? С учётом мнения населения, общественных обсуждений. То есть он будет ещё обсуждаться этот проект? И сама смета проекта, сметная вся документация. То есть это голосование принципиальное. Вот эту территорию нужно делать. А можно прямо уточняющий вопрос я задам? Всё-таки территория 6. В Новоавиатском районе мы ещё забыли, до Радужной, улица Заводская. Улица Заводская, да. Сколько объектов в результате рейтингового голосования будет выбрано в Новоавиатском районе? Один? То есть вы говорите, это территория из шести? Или как? Выбраны уже территории все. Они выбраны. Их 6. Потому что эти просто территории, вот набережная по улице тренера Пушкарёва, это входит в городские территории. И здесь только определит город, вот какая территория из четырёх парков там наберёт наибольшее количество голосов, какая территория будет делаться в первую очередь, во вторую очередь, в третью и в четвёртую. А они обе будут делаться в этом году? Ой, они все четыре будут делаться в этом году? Нет, я думаю, что нет. То есть в этом году будет делаться какая-то одна. Сейчас разберёмся. Одна, а может две. После короткого перерыва. С зависимостью от того, сколько будет ресурсов. После короткого перерыва продолжим. Продолжается наш эфир. Мы говорим о том, что в ближайшее воскресенье кировчанам будет предложено проголосовать за благоустройство общественных территорий в городе Кирове. У нас к этой теме есть свой опрос на сайте эхокирова.ру. Новым. Заходите, голосуйте. Звучит опрос следующим образом. Голосовать за благоустройство общественных пространств Кирове 18 марта вы будете? Не будете, не определились, спрашивайте, а что ещё такое будет голосование. 18 марта будут какие-то выборы, но это у нас такой естественный провокационный несколько вопрос мы задаём в своём опросе. И в данный момент 33% проголосовавших говорят, что нет, не буду голосовать за благоустройство общественных пространств. Очень интересно. Ну ладно. 27% говорят, буду. Разве есть ещё и такое голосование? Тоже 27%. Да, тем, кто говорит вот этим 27% на сайте эхокирова, мы говорим, будет. Будет ещё и такое голосование. Слушайте нас внимательно, мы сегодня всё вам объясним. А что у нас в ВКонтакте? А ВКонтакте немножко иная ситуация. Буду, говорят, 33%, не буду, говорят, 29%, не определившихся нет вообще. Разве будет ещё и такое голосование, спрашивают 20%, то есть каждый пятый, 18 марта будут какие-то выборы, спрашивают 17%. Да, и у нас в студии сейчас Вячеслав Семаков, начальник территориального управления по Первомайскому району, Геннадий Плехов, начальник территория управления по Нововятскому району. Но сейчас мы у Геннадия Ивановича до перерыва выяснили, что в список общегородских территорий, а будет всего три списка по благоустройству, в список общегородских территорий, которые будут на каждом участке, в каждом районе, вошла от Нововятска набережной реки Вятки по улице тренера Пушкарёва. Сейчас к Вячеславу Николаевичу перейдём с тем же вопросом. Как прошли общественные обсуждения, открытые в минувшие три дня, и какая территория вошла в общегородской список? В первую очередь я хочу поблагодарить всех жителей Пермайского района за проявленную активность на предварительном этапе. Цифры вы уже слышали, 37 тысяч всего жителей Кирова приняло участие в предварительном голосовании, более 12 тысяч – это жители Пермайского района. Значит, в общегородские территории у нас попал Гагаринский парк. На сегодняшний день я считаю, что эта территория обделена вниманием, хотя это центральная часть, и при наведении порядка, при реконструкции этой территории, я думаю, что он будет такой же изюминкой, как и Александровский сад, как парк Кирова. То есть это один из центральных и крупных парков города Кирова. Но подзапущенный, конечно, в последние годы. Нет, как раз в последние годы на его территории проводились работы. Мы ремонтировали дорожки, убирали аварийные деревья, высаживали новые. По содержанию там были изменения. Мы с жителями близлежащих домов ведем работу. Там люди разработали проект по устройству площадки для выгула собак. Единственное, сейчас немножко что-то приостановилось. Но мы помогаем, участвуем в согласовании земных работ и с сетевиками. То есть я думаю, что этот вопрос сдвинется. То есть в первую очередь Гагаринский парк. Я призываю всех жителей города Кирова голосовать за Гагаринский парк. В этой части дневного разворота мы можем призывать голосовать и агитировать за благоустройство. За конкретную территорию. Я бы как житель этого района не могу не согласиться с тем, что Гагаринский парк действительно должен быть в приоритете. Прежде всего, потому что этот парк считается детским в городе Кирове в силу ландшафта, поскольку он очень ровный. Очень много детей туда приходит с велосипедами, роликами и так далее. И, конечно, им очень требуется взрослым и детям, и площадка для выгула собак. Детям очень нужен экстрим-парк, потому что там на таких допотопных катаются штуках дети. Там есть бывшие заасфальтированные площадки под активный отдых. Вот что касается, Анна, ты спрашивала, обделён ли был Гагаринский парк вниманием. Нет, вот что касается зелёных насаждений, что касается деревьев, лавочек, освещения, там всё красиво очень. Там очень красиво, вот сейчас оба наших гости кивают головами. В этом смысле всё хорошо, но денег всегда не хватало на что? Вот как раз на организацию каких-то площадок. Я, конечно, с вами не соглашусь. Нельзя использовать передачу только с целью агитации за какой-то один объект. Агитируйте, агитируйте, мы за Нововятский район тоже болеем душой. Все городские объекты, они имеют равное значение. И какой-то один объект выделять нельзя, я точно так же... А ведь придётся выделить. Ну, выделят жители города. А сейчас все четыре объекта, они особо значимы для города, я считаю. И Парк Победы, и Кочуровский парк, и Гагаринский парк. Для определённой части и набережная. И набережная тренера Пушкарева. Потому что для определённой части населения, где они ближе проживают, каждый объект, он очень важен. Совершенно верно, поэтому пригласили всех сегодня главного управления, чтобы вы агитировались за свои объекты. Я просил бы. И всё-таки мы хотим подробностей, точно так же, как Геннадий Иванович, мы давали возможность. При обсуждении проекта Гагаринского парка, на что обращали внимание жители, и что планируется в случае, если будет Гагаринский парк в... Если победит. Да, победит, что там планируется сделать? На обсуждение люди приходили активно, вопросов задавали достаточно. По Гагаринскому парку больших замечаний не было, потому что там зонирование, всё проведено, разбито на зоны. То есть здесь есть всё, и детские, и спортивные площадки. Мы восстанавливаем старую ракушку. Это там, где театральная сцена? Да, её когда-то хотели снести. Мы вот в прошлом году начали её потихоньку реанимировать. Электричество провели, освещение сделали. Сейчас с арендаторами договорились. Весной мы её всё-таки запустим. Мы будем проводить различные мероприятия с выступлением наших музыкальных учреждений. И основные вопросы были, как раз возможно ли внести изменения в предложенные концепции. И в первую очередь это по расположению дорожек. Ну это вот, допустим, по улице Павла Корчагина 215. Это уже не про парк идёт речь? В основном предложения были по другим территориям. По Гагаринскому парку больших, ну вообще замечаний никаких не было. Экстрим-парк запланирован в Гагаринском парке? Он там имеется, его надо привезти, как говорится, в нормальное. А в проекте-то он есть? В проекте он там находится уже. А новый есть в проекте? В основном работы, связанные по благоустройству этого парка, связаны с новыми дорожками, с освещением, с малыми архитектурными формами. Это урны и скамейки. И с озеленением, да. И озеленением. Всё-таки каких-то дополнительных таких площадок дорогостоящих не внесено. Нет, но это будет дополнительно при выборе этой площадки. То есть сейчас, вот как сказал Геннадий Иванович, при проектировании, при подготовке проектно-сметной документации уже будут все нюансы предусмотрены, которые жителям предложены. Такой пример, как площадка для выгула собак. Да, и вот сейчас я хочу обоим нашим гостям задать вопрос. А суммы-то ведь какие-то сметы были представлены по этим территориям? Сколько, например, на какие деньги претендует Гагаринский парк и какие деньги претендует набережная Верки? Здесь пока только концепции без... Без денег. Без денег. Мы поняли. Хорошо. А по маленьким территориям? Сейчас пройдёмся и давайте вернёмся в Новоавятск по маленьким территориям. Значит, если мы сейчас обозначили крупные общегородские территории, а правильно, совершенно коллеги нам сказали, что в общий список вошли Кочаровский парк в Ленинском районе, парк Победы в Октябрьском, парк Гагарина в Первомайском и набережная реки Вятки в Новоавятском, то что по маленьким территориям? Вот когда вы к нам приходили, Геннадий Иванович, как-то рассказывали про Новоавятский район, тоже было про благоустройство, вы называли прямо цифры до последнего метра, сколько вам нужно тротуаров отремонтировать, сколько дорог отремонтировать и прочего. Вот сейчас в этих списках что с малыми территориями Новоавятского района? Ну, я и сейчас эти цифры могу назвать, и тротуары, и дороги, и так далее, но сейчас я еще раз подчеркиваю о том, что сейчас на рейтинговое голосование выносится принципиальный вопрос по территории, выбирается территория, вот, что она первоначально требуется для благоустройства, или это площадь Опарина, или на улице Советская, или... И это будет в списке в Новоавятском районе? И это будет в списке в Новоавятском районе. Дальше мы приступаем, исходя из рейтингового голосования, подготовки проектно-смертной документации, и когда по каждому объекту определится сумма затрат. Мы говорим о том, что есть еще раз на каждом участке общегородской список, потом в каждом районе список по паркам и скверам своего района, и список пешеходных зон своего района. И что, например, по общегородским отдельно мы голосуем рейтинг, и в очередь встают парки по обеспечению, по спискам по районам парки и скверы также получают рейтинговое голосование и начинают сверху, понятно, какой парк или сквер больше всего голосов получил, с того парка и сквера и начинаются ремонтные работы. И пешеходные зоны отдельным списком, и их в Новоавятском районе 15 штук. А что в вашем районе, Вячеслав Николаевич? Значит, по паркам, скверам у нас поступило 12 предложений. Я в порядке количества набранных голосов тогда озвучу. Первое место это сквер по улице Павла Корчагина в районе дома 240, это микрорайон Озерки. Там наиболее активно голосовали жители, там молодые семьи, которые хотят проживать в комфортной среде. Более 6000 голосов. Вот для меня это было удивительно. Я думаю, люди заехали в новые дома, ведь там и застройщик что-то делал тоже, да, в плане благоустройства территории. Он и делал, и распецмонтаж и делал, и делает, и я думаю, что и будет поддерживать нас в этом направлении. Он пользуется случаем, правильно делают жители, конечно. И могу сказать, что нас даже на первом этапе обменили в том, что мы использовали компьютерные технологии, и жители данного микрорайона, узнав об этом, они буквально за сутки, за полторы собрали подписи живые. Поэтому вот низкий им поклон. Мы постоянно с ними встречались. Не было накрутки голосов. Мы тоже обменяли, когда проекты ППМИ мы реализовывали, тоже так же обменяли. Что накручиваете голоса. Живые подписи есть. Следующий объект, который набрал более тысячи голосов, находится в районе жилищного комплекса «Салют». Это улица Заводская, на набережной практически. Далее территория в районе реки Вятка, вблизи микрорайона «Домостроитель». Это микро-НДСК-938 голосов. Четвертый у нас сквер у дома 215 по улице Павла Корчагина. Вот как раз о том я говорил, что жители предложили немножко перенести пешеходную зону. Вот по данной территории, это все учтем. Пятая территория в районе улицы Космонавтов, 18-я. Это поселок Сидоровка. Практически весь поселок, за исключением детей, проголосовали за данную территорию. Там у нас всего жителей около тысячи вместе с детьми. Вот 800 человек проголосовало за этот сквер. Он включает в себя и спортивную, и детскую площадку, и зеленение. В общем, все вместе, комплекс работ. Шестое место. Это как раз парк Гагарина у нас занял. 557 голосов. Дальше у нас идет детский парк «Аполло». Здесь мы уже третий год в рамках проекта «Местный инициатив» работы проводим. У нас очень плотно поддерживают и общество инвалидов, и кировские коммунальные системы, вкладывая свои средства. На восьмом месте у нас сквер по улице Баумана. Это в районе площади Коминтерн. Дальше летний парк Коминтерн в районе дома культуры «Заречный». Там замечательная территория, тоже неблагоустроенная. На десятом месте сквер кварталя улиц Володарского, Свободы, Воровского, Орловская. На одиннадцатом месте сквер юго-западнее Розы, Люксембург и Казанское. Это наискосок от теруправления. Мы считаем, что необходимо эту зону благоустроить. Люди, которые двигаются на бережную Грина, могут по пути отдохнуть, посидеть, о чем-то подумать. Ну и последняя территория, двенадцатая, это территория в районе дома номер 37. По улице Павла Корчагина. Вот здесь мне не совсем было понятно. Там всего 120 голосов. Мы в течение года постоянно встречаемся с жителями Коминтерна. И все время звучал вопрос о том, что необходимо эту территорию благоустроить, сделать стадион. А голосовали не так активно? А голосовали не так активно. Да, сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Полторы минуты. 211-101 номер телефона прямого эфира. Если вам что-то еще не ясно с рейтинговым голосованием за территории, которые поучаствуют в программе благоустройства общественных пространств в Кирове, то звоните нам сразу после перерыва. 211-101. Ты же читал. Вот и мы сейчас продолжаем обсуждение в перерыве. Вопрос о рейтинговом голосовании за благоустройство общественных территорий в городе Кирове в 2018 и 2019 годах. Напоминаем, что в это воскресенье, 18 марта, наряду с выборами президента Российской Федерации, состоится также и общественное голосование за благоустройство территории по федеральной программе «Комфортная городская среда». И, кстати, вот это был большой вопрос, когда мы делали предыдущие программы. Мы этот вопрос с представителями администрации, Дмитрием Печенкиным, как раз обсуждали. Правда, не в эфире, а в кулуарах, хотя в эфире тоже его обозначали, эту проблему. Ведь понятно, что количество жителей в каждом из четырех районов города Кирова... Оно разное. Оно разное, причем значительно отличается. Мы как раз тогда и говорили, что Нововятск значительно меньше, чем Ленинский район. И как бы ни получилось так, что Ленинский район придет, проголосует, и все территории Ленинского района будут в топе, а Нововятск, в связи с тем, что людей меньше, будет в конце. Расскажите нам, Геннадий Иванович, как эта проблема была решена? Она решена, насколько я понимаю. Проблема решена, просто-напросто будет рейкинговое голосование. Процент от количества населения района... Высчитываться будет? Высчитываться. То есть, на Авиатском районе, если 50 тысяч населения, Ленинский район, там 225. Естественно, там праведливый вопрос, который мы ставили. Поэтому будет количество голосов считаться от населения на Авиатского района, в Первомайском районе, от Первомайского, Ленинского, Ленинского. Кто больший процент набирает, какой именно от этого, тот проект и побеждает. Вот это решение проблемы, правильно? Да. Потому что население разное, и это надо понимать. И это и население должно понимать. Что здесь я тоже скажу, что 18 числа каждый голос важен. И причем не только между районами большими, четырьмя, но и внутри. Между микрорайонами, между тротуарами, между скверами. Совершенно верно. Каждый ваш голос, он будет против голоса соседа, который за свою территорию голосует. Безусловно, так. И тут вот хотелось бы как раз у вас, Вячеслав Николаевич, поблагодарили своих жителей за то, что очень активно приняли участие и в обсуждении, и в интернет-голосовании. Вот эта программа, которая... Вот первый раз же мы так голосуем массово, да, за такие территории, большая работа проведена. В первый раз. Дороги, если не считать. Ну, дороги мы обкатали, но ведь по дорогам не было такого, чтобы мы приходили на какие-то пункты, еще бюллетени получали и голосовали. Это был интернет-голосование. А впервые, как вы считаете, вот такая история с привлечением граждан на несколько этапов голосования за территориями действительно меняет как-то сознание людей и делает их более вовлеченными в городскую жизнь и ответственными? Ну, дороги дорогами, там понятно, что надо поменять асфальтовое покрытие, а здесь мы говорим о развитии территории. И хотелось бы, конечно, знать мнение людей, которые находятся поблизости. То есть одному человеку хочется посадить деревья, другому там сделать парковку, третьему площадку для выгула собак. Поэтому именно узнать большее количество голосов и определить ту золотую середину, что там необходимо обустроить. Для этого все и проводится. Ну и, конечно же, как и говорится в том, что в первую очередь должны деньги направляться инициативным людям, активным людям. В этом случае здесь выборы происходят. Скандалы, интриги имели место быть при обсуждении? Ну, спорят. Спорят и достаточно, скажем так, резко. Главное, чтобы до драк не дошло. Но спорят и в том, и сегодня разворачиваются работы, вот, собственно говоря, по привлечению населения. Я знаю, у меня вот очень активно в Радужном, там вообще работа целая команда и общественный совет. Если сайт открыть, там Радужный ВК, там вообще идет каждый день блоками, просто-напросто, там Михаил, председатель общественного совета, и совет до другой степени активный, что они только под информационный материал вбрасывают, бросают, и правильно делают. Слушайте, а агитация какая-то вот идет, живая такая, помимо вот того, что происходит в сети, в интернете? Есть что-то, вы знаете, местные жители, агитаторы ходят по квартирам, соседей, но ухал какие-то здесь. Но у нас ведь центры местной активности плотно работают с населением, и здесь все встречи, и они практически еженедельно проводятся, и когда начали задавать первые вопросы, вот как будет выглядеть данная территория, это с жителями мы когда встречались, мы их связывали как раз с архитектурой, для того, чтобы нам далеко-то не улетать. И мы объясняли, что чем сложнее, чем затратнее проект, тем он, как говорится, откладывается в его реализации, поэтому надо подходить так... Как сказал Геннадий Иванович, далеко от Земли пока отрываться не надо. Космический центр открыли, он у нас один, сейчас пока хватит. То есть ближе к Земле, но это же не значит, что именно на этом все остановится, совершенно не факт. Нет, конечно. Правда же? А денег у нас на самом деле на все городские проекты не так много. Ограниченное количество. Их ограниченное количество, напоминаю, 93 территории поучаствовали, в итоге в шот-лис вышло, а денег всего 72 миллиона, по-моему, или 73 миллиона. Сейчас не могу точно сказать, на сайте администрации не вижу, но мы называли эту цифру. Ну да, правильно вы говорите. Где-то в этом 72-73 миллиона мы еще сравнивали с затратами на Кочерский парк, которые были там в прошлом году выделены. Сколько там? 45 там было, по-моему. Вячеслав Николаевич. Там два контракта было. 45 и... То есть изначально предполагалось... Это просто надо обязательно еще раз обозначить, чтобы люди не одумали, что вот да, вот сейчас прям золотые горы посыплются, и у нас тут возникнет... Что там в Москве-то заряди? Заряди. Заряди нам тут построят. Нет, но программа по благоустройству «Комфортная городская среда» продолжается, и не только в 2018-2019 году она будет. До 2022 года. До 2022 года. И сейчас вот этот механизм увлечения горожан в голосование, в выбор, в разработку проекта, в агитационную, значит, деятельность, в то, чтобы приходили в центры местной активности, активно работали ТОСы, активно работали комитеты в домах, вот на это в большей степени направленная история, потому что ведь кроме федеральной программы «Комфортная городская среда», которая, конечно, подбросила там, да, дров в топку, по-хорошему так, да, у нас ведь, слава богу, развивалась и раскачивала в добром смысле эту ситуацию, нашу активность городскую, программа поддержки местных инициатив, на это же самое была направлена, городские гранты на это же самое были направлены. Есть еще депутатские деньги, насколько я помню, да. Депутатские, кстати, деньги, которые в этом году тоже на благоустройство идут. Так ведь депутаты графики? Вот эти все проекты, они тоже поддерживаются вот этими средствами. То есть вот в этих проектах будут еще и другие средства, я так понимаю. Мы в любом случае, если у нас какой-то из объектов не попадает, вот мы, допустим, парк «Аполло», его планировали в рамках ППМИ, и у нас расписаны там, сколько жителей добавляют денег, сколько ККС, сколько ТИР управления, сколько мы получаем, допустим, в рамках проекта ППМИ от городского и областного бюджета. Вот сейчас поучаствуем в этой программе, если у нас здесь, допустим, не получится, мы вернемся к ППМИ. То есть парк «Аполло» не останется? Вот это то, о чем мы с вами много раз говорили, что хорошо видеть весь спектр возможностей. Да, это и программа «Атридскверов», которая здесь тоже, вот она рядом, скажем так, и даже в объекты попадает. Да, весь план развития и просто ресурсы уже так, как кубики лего складывать нужно. Но мы знаем, еще раз, и мы знаем, что в городе остается очень много кварталов, где жители пассивные, где они много, конечно, жалуются, но причем жалуются так... На кухне. На кухне или по телефону, когда звонят в эфир, сами не участвуя в интернет-голосовании, сами не участвуя в агитации, или вот, как, например, сейчас голосуют на сайте Хакира в нашей группе ВКонтакте, говорят, нет, не буду голосовать за программу благоустройства общественных пространств в городе Кирове, таких на сайте до сих пор больше 30%, но это вот, ребята, что можно сказать? Не будете, значит, не жалуйтесь. Не будете, не надо жаловаться о том, что где-то плохо или чего-то. И у соседа хорошо. Да, у нас же по принципу там так. Но эта история подстегивает, потому что, когда сосед в палисаднике посадил вот такие розы, а у тебя там, извините, бурьян, в конце концов... И лопухи. Да, в конце концов придется приложить усилия. Здесь два пути, или вырвать эти розы у соседа, или самому посадить... Последнее время, мы же говорили об этом, что с клумб вырывали, высаживали, да, и куда-то переносили, чтобы только не было. Так, у меня вот все-таки мало времени буквально. Давайте людям объясним еще раз, как им найти тех людей, у кого можно взять бюллетени. На каждом избирательном участке. Ну, здесь все очень просто. Список избирательных счетных комиссий опубликован. Их на Авиатском районе 11 образованных таких. Они не должны мешать выборам основным. То есть это не всегда твой будет участок голосования. Не всегда. Любой житель города Кирова может принять участие на любом счетном участке. Лишь бы он был жителем города Кирова. На ближайшем. Что житель на Авиатского района может в Первомайском районе проголосовать, в том числе выбрать территорию. То же самое, что и житель Первомайского, Ленинского района может проголосовать на любом участке на Авиатского района. Так что я всех жителей города Кирова Я приглашаю на счетные участки. Нововятский район. Я в Первомайске хочу сказать, что на 35 псковых избирательных комиссиях у нас на каждом будет находиться счетная комиссия. То есть на каждом участке для голосования. В Первомайском районе так, да. Но эта история очень интересная. Оказывается, я могу приехать в Нововятск или в другой там район и проголосовать не за свой тротуар, а за мамин. Конечно. Понятно, спасибо большое. Это рейтинговое голосование, оно свобода действий. Собственно, даже один гражданин может проголосовать и на двух участках. Ничего в этом страшного нет. Вячеслав Семаков, Геннадий Плехов. Спасибо за участие в нашем сегодняшнем эфире. Анна Лапшина и Светлана Занько. Мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова